Мошенничество в особо крупном размере В Бийске задержали властелина городской свалки Оказывают активное сопротивление Вокзальные торговцы против переезда Золотой львенок Бийчанка получила премию от известного актера Режиссера театра и кино Владимира Машкова Правоохранительные органы расследуют громкое уголовное дело Связанное с мошенничеством в особо крупном размере По предварительным данным городской бюджет потерял больше 10 миллионов рублей На днях задержали одного из подозреваемых Это бийский предприниматель Сергей Башкатов По одной из версий он взял в свои руки власть над полигоном ТБО Как нам стало известно Подозреваемый в мошенничестве Башкатов По подложным документам оформил Муниципальную собственность И монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска В частности речь идет о полигоне твердых бытовых отходов Борьба за городскую свалку И связанные с этим денежные потоки В нашем городе идет не первый год Сергею Башкатову уже предъявлено обвинение По имеющейся у нас информации Мошенническим путем городскому бюджету Был нанесен ущерб в размере 13,5 миллионов рублей Не исключено, что в криминальной схеме Могут быть замешаны представители бизнес-сообщества В том числе чиновники разного уровня Расследование уголовного дела продолжается Эстетика или удобство продолжается Противостояние стихийных рынков и городской администрации В частности речь идет о несанкционированных торговых точках В районе вокзала Уже не первый год Мелких торгашей пытаются переместить На якобы специализированную ярмарку Накануне исполняющий обязанности Глава администрации Сергей Крыжиновский сообщил Что до конца месяца торговые ряды Вдоль улицы Митрофаново будут удалены Сегодня побывали там Куда должны переехать бабушки С рассадой и урожаем Стихийный рынок на Митрофаново Уже давно стал неотъемлемой частью Бийска Здесь покупают рассаду, свежие овощи и фрукты А также разносолы Причем не только местные жители Приезжие из соседних районов Тоже не прочь угоститься помидорами И огурцами прямо с грядки Конечно редиску они купят здесь Не в магазине Лук зеленый здесь Укроп, капусту сами выращиваем Картошка наша домашняя Бийчане бойко приобретают продукты земли У стола Любови Микроусовой целая очередь Бийчанка продает овощи со своего огорода И как признается женщина Вышла торговать на улицу Для того, чтобы хоть как-то финансово помочь своим детям Не каждый пойдет в магазин Потому что все опасаются, что что-то китайское Что-то это самое А здесь все с огорода, все с этого Это во-первых Во-вторых, здесь проходимость Сюда приезжают все с деревень С деревень, это самое главное Это получается колхозный рынок Самый натуральный колхозный рынок Есть бабульки, которые я даже наблюдала за ними Я с редиской приходила Они, значит, стоят Она продаст стопочку семян, чернушки И она рада Она ее продала за 20 рублей Говорит, 20 рублей заработала Редис, лук и укроп Импровизированный прилавок Валентины Николаевны Нинашевой Ассортиментов не изобилует Бийчанка продает то, что вырастила сама Мне не хватает пенсии Вот маленько, плохо, нехорошо Я 500 рублей заработала Когда-то я каждый день торговала Сейчас я болею И не могу каждый раз приходить Но все равно редис вырастила Что не могу есть Лук и все есть Что лишь излишки Эти торговые ряды не санкционированы Ни у одного продавца Нет документов, разрешающих торговлю Не говоря уже о бумагах Подтверждающих качество товара И потому уже не первый год Поднимается вопрос О ликвидации стихийного рынка Предполагается, что уже в этом месяце Уличные торговцы сменят прописку Я надеюсь, что уже в этом месяце Мы сможем удалить всех Несанкционированно торгующих Вдоль дороги И далеко не украшающих нас город На территорию этой ярмарки Там будут соблюдены все необходимые Санитарно-гигиенические условия Предполагается, что там же Возможно будет продаваться И молоко, и мясо Кроме продукции сельхозназначения Перекочевать рынок по планам администрации Должен на специально подготовленную площадку Она находится поблизости Однако местные предприниматели Категорически против переезда Я принесла вот пять пучков И что я туда пойду Там еще говорят места Бог знает какие И что, из-за пяти пучков пойду туда что-нибудь Я в любом месте притулюсь где-нибудь И продам Нет, туда нет Там видели, половина песок Половина асфальт Людям вообще как заходить-то туда Это получается Как в водку загнали нас И все Или, вот знаете, там похоже Как стоило для лошадей Не более того У меня иногда излишки бывают Вот, допустим, вишня там выросла лишняя Яблочки, все это прочее Сейчас туда Как в какое-то гетто загоняют Универсальная ярмарка дары Алтая Пока мало, похоже на место, где можно работать Небольшая крытая площадка с узкими дорожками И необорудованными столами Дополняет картину микс из бетонных блоков Литератуарной плитки А также две трансформаторные подстанции И оголенные провода И все открыто Как еще никто с ребятишек не залез сюда Вы пришли покупать даже элементарно Стали мы вдвоем Как мы разворачиваться будем Поворачиваться к народу Или там, как проходить будем Как нам удалось выяснить Предварительно аренда стола будет стоить Около 85 рублей за день При том, что место, мягко говоря Не приторгованное и не проходное К тому же жильцы дома Вокруг которого сейчас расположен рынок Не жалуют своих шумных соседей Люди хочут тут торговать Но и чтобы не в ущерб нам Не надо нам там Вот это вот хождение Вот это, когда приезжают машины В пять часов хлоп-хлоп Дверями сгружает Гыр-гыр-гыр-гыр-гыр В основном люди, которые здесь торгуют Это пенсионеры и те, кто хочет немного заработать И оправдать затраты на сад Сейчас они согласны платить Но только за то, чтобы оставаться на прежних местах Однако городские чиновники уверены Что этот приторгованный уголок В районе вокзала Необходимо удалить с лица Бийска Анастасия Исаева, Андрей Сигаев, Будни Рынок почти в центре города Как к нему относятся жители И нужен ли он им Мы спросили мнение обичан Тут дешевле И тут то, что мне нужно Я то и выбью И здесь эти продавцы довольно вежливые Мне нравится тут И тут по ходу идешь Очень удобно, что здесь базар Мне нравится Здесь не мешают Вот с той стороны не мешало бы брать Эти ангары А здесь нет, не мешают в стране Покоя у нас нету Мы живем вот в этом доме В шести часов как начинает греметь То скандалы, то дерутся, то пьют здесь Нас это не устраивает Нам выгоднее здесь брать лучше Потому что мы как приехали Нам выгоднее здесь брать Потому что времени нет И с долейкой, чтобы расхаживаться по городу Так что наше мнение Пусть рынок лучше остается на месте Это очень удобно И близко Трамвайная остановка Автобусная остановка В основном мы закупаем здесь И едем в садоводство А остановка у нас тоже недалеко Я иногда просто прихожу здесь, закупаю И чтобы она Рассада у меня не вяла Сразу уезжаю Пусть он здесь будет Не надо его ликвидировать А где тогда что покупать? Мне нравится, например Не мешает мне Золотой львенок Бейчанка получила премию От известного актера Режиссера театра и кино Владимира Машкова Отметим, что это ее первая Специальная награда За актерское мастерство На днях образцовый театр Кукол Добрята Вернулись из Новокузнецка Где проходил крупный фестиваль Самодельных коллективов Владимир Львович сказал Что я очень хорошо выступила И пожелал мне Дальнейших творческих успехов За эту премию Я хочу сказать спасибо Коллективу Дворцу И руководителям Если бы не коллектив То я сомневаюсь Что у меня, во-первых Получилось бы так хорошо сыграть Во-вторых Вообще Присутствовать на этом фестивале Поздравляем! 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 Участниками восьмого Международного фестиваля Любительских театров кукол Кукла в детских руках Стали порядка 15 коллективов Со всей страны Архангельской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей Алтайского края Наш город на фестивале Представляли актеры Образцового театра кукол Добрята Со спектаклем Муха-Цикатуха Над спектаклем работал коллектив Очень тщательно и кропотливо И это тоже не осталось незамеченным За постановку Муха-Цикатуха В гостях удобрят Коллектив получил статуэтку Серебряный Петрушка С этим спектаклем мы выступали В прошлом году на 10 лет театра Было для меня, как для режиссера Очень интересно сделать Муху-Цикатуху Не как у всех Мы привыкли ее слышать У Корнея Ивановича Чуковского В одном стиле Каждый театр берет ее, ломает Делает по-своему Мы решили ее применить на куклу Все-таки там есть яркие такие роли Которых можно указать детей Подумать над характером И в то же время Это вполне такой доступный Драматический материал для детей Спортивная медицина и безопасность в спорте Эта тема сегодня находится В центре внимания депутатов Госдумы Был даже создан специальный экспертный совет Руководителем которого назначили Александра Прокопева Вопрос безопасности в спорте Депутат обсудил накануне С бийскими гребцами Он побывал на тренировке В школе гребли на байдарках и каное Отметим, что этот спорт в нашем городе Развивается лишь второй год Но весьма успешно Недавно в Бийск приехали Два новых тренера из Москвы Подробности расскажем вам прямо сейчас Всего второй сезон на воде А уже высокие результаты Спортивная школа гребли на байдарках и каное Открылась в нашем городе Осенью 2015 года И спустя несколько месяцев Авбийские гребцы заявили о себе на краевом уровне Больших успехов в спорте добилась Соня Александрова Трижды она вставала на пьедестал почета Сейчас для полного комплекта ей не хватает лишь золотой награды Я планирую то, что годика через два Через три я уже, наверное, попаду в сборную И, как мой тренер сказал То, что у меня большое будущее Я постараюсь воплотить это в реальность К мечте о высоких достижениях Упорно идет и Сергей Кудышев Тренеры считают его гениальным Начинающим спортсменом Юноша всего лишь за неделю смог сесть в каное Хотя обычно на это уходит Как минимум два месяца Поначалу делаются обычные гребки без наклонов Чтобы почувствовать, как это вообще ощущается А потом уже можно научиться отруливаться и разворачиваться Тренировал детей почти два года Мастер спорта, член сборной России Чемпион мира Александр Сухой Он приехал в Биск из Одессы И на своем личном примере показал ребятам Что значит упорный труд и борьба Недавно Александр сам вернулся со всемирных соревнований для мастеров И привез шесть медалей разных достоинств Сегодня он покидает наш город Но передает команду юных гребцов в надежные руки Дмитрия Лухнева и Александра Гацунаева Их пригласили в Биск из Москвы В январе я сюда приехал на разведку Показали все, посмотрели, мне понравилось Вот я бросил все, поехал сюда Строится инфраструктура для гребцов В общем, закупаются лодки, весла Вкладываются финансы Планирую вообще задержаться, может быть, навсегда даже Сегодня в спортшколе занимаются порядка 40 человек Тренируются дети круглый год Зимой бассейн, лыжи, а еще регулярные занятия в зале на современных тренажерах Они с точностью моделируют греблю на байдарке и считаются лучшими в мире Спортивная школа получила эти тренажеры в подарок от фонда социального содействия Александра Прокопьева Гребля на байдарках и каное считается наименее травмоопасным видом спорта Однако у каждого спортсмена должен быть допуск врача Перед соревнованиями пройдена диспансеризация Также гребцы должны знать правила безопасности на воде и уметь действовать в непредвиденных ситуациях Тему спортивной медицины и безопасности в спорте с бийскими гребцами обсудил Александр Прокопьев Эти вопросы находятся в центре внимания депутатов Госдумы Сегодня в России достаточно случаев, когда тренировки или соревнования заканчиваются трагически В том-то и дело, что случаи-то есть, причем я заметил, что это, ну, естественно, не только у нас Это вот по нескольким субъектам Российской Федерации было Поэтому эту тему в разработку взяли, то есть спортивная медицина и безопасный спорт Во время этой встречи с тренерами и воспитанниками спортивной школы Александр Прокопьев обсудил также перспективы развития олимпийского вида спорта в нашем регионе и городе А ребята наперебой делились своими успехами и устраивали мастер-классы Ну вот смотрите, у канаистов опора со стороны весла, то есть, видите, у меня какая большая ложка, то есть, она мне не дает упасть на ту сторону именно Впереди у бийских спортсменов целое лето для тренировок и роста Все они потенциальные чемпионы, ведь каждый из детей настроен на результат и мечтает прославить бийскую школу гребли на международных стартах Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских, Иван Зяблицкий, Будни Ты крышу починь Я ж тебя просила, андулином Так это и есть андулин Черепица андулин, красота на зависть Строймир, улица Еминская, 40, 32, 55, 88 И о погоде Итак, завтра, 9 июня в Бийске будет облачно Возможен небольшой дождь, ветер южного направления слабый Первую половину дня атмосферное давление будет находиться в пределах нормы Далее наблюдается его понижение Влажность воздуха комфортная, магнитосфера спокойная И о температуре Ночью плюс 14, плюс 16, днем 22, 24 градуса выше нуля И это все новости на сегодня Желаю вам приятного завершения этого дня И отличного настроения Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна Счастливо!